отойдите от меня иди туда и в другую сторону блин пристало друзья я накачал лодку буквально за в общем сейчас я соберусь и я вам сейчас покажу как это все работает радиус баллона у нас составляет такой вот насос марлин вот один баллон накачался я выставил секундомер друзья вот только-только закинул поплавок сразу прям сразу взял куда устанавливаем двигатель длина транса это середине вот-вот-вот-вот-вот-вот тащит-тащит-тащит всем привет сегодня у нас обзор лодки мишима отличной лодки я уже испытал мне она очень нравится сегодня у нас еще будет рыбалка сегодня приехал половить окушка вот ну посмотрим что выйдет из рыбалки ну вот друзья собственно вот такой вот насос марлин с электронным циферблатом можно задавать ему давление на которое он будет качать потом останавливаться значит такой насос качает 200 литров в минуту максимальная накачка у него идет до 6 килограмм и сила тока 20 ампер в принципе такого насоса вполне будет хватать чтобы не качать там ногой лягушкой вот принципе за 10-15 минут можно накачать полностью лодку ну и плюс к этому насосу идет шланг обязательно без него никак переходники вот куча переходников дополнительная резинка уплотнительная и вот еще такие вот переходники и идет еще их инструкция по эксплуатации я выставил два с половиной килограмма это заданная цифра в килограммах вот это вот это циферблат если два с половиной килограмма здесь докачивать значит он просто сам останавливается вот один баллон накачался я выставил секундомер один баллон выходит ну почти две с половиной минуты сейчас накачаем следующий баллон и сейчас я накачаю нос здесь получается побольше его качать побольше сейчас засекем время сколько будет нос накачать нос у меня накачался за пять минут 46 секунд а теперь я хочу засечь сколько выйдет по времени накачать само дно ну я засекаю 1 2 ну друзья я накачал днище вышло почти три минуты 258 и осталось накачать фальш борта ну друзья я накачал лодку буквально за 17 минут это я округлил там плюс минус там две минуты переключения шланга я считаю что такой насос вполне достойно качает вообще это ткань идет премиальная экстра легкая ткань на такую пвх ткань идет семь лет корейцы разработали и гарантию дают 7 лет раньше было там на другие лодки там с марин еще какие то там в общем сейчас я не буду все перечислять там было 5 лет а вот на эту именно 7 лет здесь уже идет фурнитура это вот возьмем крепление якорная уже наклеена то есть получается дополнительная веревка вот такую вот если покупать отдельную веревку здесь промежуток зубчатый допустим если вы цепили она и туда не сюда вниз тянуть не будет то есть фиксация идет уже конкретно якорь никуда не денется дальше у нас фурнитура идет это здесь спереди две ручки очень удобно для переноски плюс идет сзади я точно такие же и на баллонах ручки то есть вдвоем перенести не составляет никакого труда дальше идут внутренние получается по фальш-бортам идут веревки для пассажиров которые будут держаться с двух сторон а дальше идут по баллонам по нижним баллонам тоже идет веревка допустим куда-то там пришвартоваться то есть натянуть допустим какие-то перетянуть вещи если вы загрузили водку киль сделан выполнен отлично я вот катался здесь так грамотно продумано что по волне когда идешь ну немножко потряхивает но волну разбивает немного режет ну пределах конечно разумного чтобы волна была большую волну конечно лучше не выезжать вот ну вот еще которые говорил ручки уже фурнитура наклеена ну и вот это еще швартовое рым кольцо ну как и у всех идет вот в таком дизайне сейчас все делают в таком дизайне ну и по всему периметру идет отбойник такой намного толще чем на днище это очень-очень при очень большой плюс как бы не у всех лодках есть в общем по всему периметру лодки от носа и получается еще захватывает нос и до конца до самого транса ну и еще вот здесь на фальшбортах тоже идет броня дополнительную тоже не помешает это тоже большой плюс чтобы как бы скажем так не не протирала сам пвх теперь замерим самого кокпита довольно таки широкая 90 сантиметров это вообще это просто офигенная цифра очень широкая лодка вот радиус баллона у нас составляет 156 156 сантиметров ну и радиус самого фальшборта у нас составляет чуть чуть больше 60 сантиметров ну примерно 61 идем дальше значит куда устанавливаем двигатель длина транса это в середине получается 40 сантиметров вот в этой части 42 сантиметра и ширина самого транса так получается 3 сантиметра 3 толщина и здесь вот еще идут накладки с одной стороны для двигателя и с этой стороны накладка ширина 4 4 ну 4 и 4 сантиметра 3 миллиметра еще один хороший плюс хотел показать это вот здесь сделана ручка для водителя когда сидишь допустим начинает на волнах качать вот эта ручка очень удобно держаться за нее можно в принципе вот здесь веревка есть смотря как отрегулируете под себя сиденья я вот отрегулировал вот так вот мне очень удобно держаться но еще хотел разработчикам сказать чтобы хотя бы на эту сторону также ручку сделали хотя бы еще пару штук для пассажиров то есть будет очень удобно такой скажем совет дам ну эта лодка идет с двумя клапанами НДНД значит на полу клапан предохранительный идет и вот на носу идет предохранительный клапан значит вот эти клапана по моему на три с половиной килограммов я насколько знаю то есть я лодку качаю два с половиной этого вполне достаточно лодка с такой с таким накачиванием давления вполне нормально себя ведет но можно переклеить их есть помощнее помощнее сами клапана идут по моему там даже до до шести килограммов нет вру наверное идут они где-то ну примерно до шести точно не знаю не могу сказать где-то ну четыре с половиной точно идут по весовым характеристикам я как бы рассказывать не буду вот вам шильдик можете поставить на паузу ну и как бы для себя запомнить или записать куда-нибудь ну все друзья вот я уже приготовился погрузил лодку сейчас поеду посижу на окуня посмотрим что из этого выйдет посижу на поплавок покидаю спиннинг и вот совет небольшой значит когда один идешь надо пригружать нос вот я поставил полный бак бензина наперед на нос и аккумулятор для пригрузки ну и плюс якорь такая лодка парусит если сильно большой ветер я в прошлых видео рассказывал вот мотор выворачиваешь хочешь повернуть она не поворачивает ее боком просто сносит и и и и и и и и и так приехал до места где мы позапрошлом году и в том году ловили распакую свою удочку буду пока пробовать на червя ловить здесь мы хороших окуней таскали и хороших езей тоже не знаю что и как из этого получится здесь хоть что-то поймать сегодня кстати заикарился с якорем очень удобно он там якорь кинул вот это вот как я и говорил для якоря специальная фурнитура которая держит саму веревку будем пробовать будем пробовать еще сегодня на спиннинг как мне сказали можно тут кстати на вертушку идет хорошо товарищ сегодня приезжал потом уехал сказал на вертушку потягали окуней не знаю что это будет не будет плевать далеко китай друзья у нас проснули змейки вот она ко мне плывет я не знаю что она хочет от меня надеюсь что она не ядовитая уйди отойдет от меня иди туда плыви в другую сторону попала вот друзья первый окуня поймал такой нормальный накопчение на жарёху сейчас покажу вот такой ну намного больше ладошки отличный окунь белый мохтарь ногтик мохтарек небольшой такой отпущу он заглотнул хорошо в общем вот друзья вот такой мохтарь сейчас его отпущу еле вытащил крючок надеюсь он выживет видать мой мохтарь то и не выживет сплыл отдыхается жалко конечно но чайка полетела она стащила моего мохтаря который это практически не выжил потащила потащила приятного аппетита тебе это клюет поклевает поклевает есть еще один мохтарь спустя минут 15 еще одного мохтаря будет выцепил но это то немного так заглотнул нормально этот то выживет думаю он она отпустить на удочку то я уже половил в принципе слабенько но рыбка то есть сейчас попробую на спиннинг попробую на мэпсы вот такие два мэпса посмотрим сейчас что-то будет не будет думаю что-нибудь да поймаю есть есть что-то поймал на мэпс окунь есть небольшой окунь на мэпс на такой вот желтый но это поменьше окунь чем на удочку значит на мэпс берет есть немножко покидал спиннинг попробовал резину покидать в общем поклевок не было на на резинку сейчас хочу переехать чуть-чуть другое место вот здесь буквально там мы в том году на избе останавливались возле берега я прям ловил окуней хороших сейчас попробую здесь вот рядышком половить на поплавок ну друзья шатер со столом ходить и туда не буду ну здесь в том году кстати останавливались здесь рыбачили неплохо вот на этом берегу я кстати окунь и хороших таскал есть затишье вот там вот скажем так изба с лежанкой буржуйкой вот но мы ночевали тут в палатках ладно продолжу буду ловить на поплавок здесь вот такое затишье не знаю что будет то будет от мыши побрызгаться потому что здесь очень много травы комары налетают мошки надо таким вот эрифтамином везде продается спасает хорошо вот друзья вот только-только закинул поплавок сразу прям сразу взял прям сразу хороший самый крупный на сегодняшний день пока что махом не успел опустить прям сразу взял такой вот кабан ну вот очередной чебак небольшой будем отпускать ну чебак небольшой чебачок такого будем отпускать есть маленький окунек вообще маленький такой такого мы тоже отпустим такой нам не нужен пусть растет есть что-то попалась на мэпс по ходу окунь нет щучка небольшая щучка я не ожидал конечно такого что будет сегодня щука но она есть скажем так небольшая вот такая щучка взяла на мэпс немножко на поплавок половил поплавок оставил решил покидать вот она такая маленькая красавица попалась да блин открою рот то вот почти достал вот такая ну какой я тоже отпущу зачем она нужна пусть растет я думаю все со мной будут согласны в этом месте я половил значит нормального одного окуня поймал поймал маленького окуня пару чебаков и одна небольшая щучка значит крупного окуня себе оставил остальных отпускал вот сейчас перейду другое место в третье место и хочу продемонстрировать свой ночной поплавок покажу как он выглядит и вообще как он работает ну вот друзья переехал в другой место место настроил снасть под ночную рыбалку вечернюю ночную ночной поплавок сейчас вот настроил его вот так он выглядит вот такой вот длинный он очень-очень хрупкий значит в нем идет аккумуляторная батарейка небольшая вот я сейчас отсоединю и в камеру покажу вот вот такая вот батареечка можно заказывать в принципе отдельно на такую поплавок батарейку он заряжается вот в том году я половил я вот на этот год я не заряжал батарейки он до сих пор светится то есть она герметичная вот я точно не знаю насколько и и хватает но тема прикольная классная мне понравилось здесь вставляется поплавок и закручиваешь по резьбе вот отдельно кстати идет еще и зарядное устройство можно отдельно приобретать на алиэкспрессе в общем если что я там ссылки оставлю в описании под видео посмотрите цены вообще копеечные ну это я брал два года назад может быть чуть чуть подросли цены попробуем сегодня сейчас ну попробую сейчас половить видимость отличная вообще четко видно единственный минус не вот что что ну его очень сложно пригрузить надо вот эти грузики подбирать так чтобы он прям стоял нормально получается когда у вас тонет поплавок здесь стоит датчик сверху такой вот проводочек идет если он начинает тонуть соприкасается с водой он начинает загораться красным в общем сейчас я соберусь и я вам сейчас покажу как это все работает прикольно светится конечно классно ночью прям видно офигенно ну друзья смотрите как выглядит сам поплавок сейчас уже темнеет его уже хорошо очень видно вот получается я его пригрузил правильно длина ствола самого поплавка нормально настроил но единственное с таким поплавком надо ловить только в стиль когда будет волна его просто будет ложить на бок полностью ложит я попробовал в общем неэффективно в при волне вот а когда допустим будет поклевка он начинает красно светиться сейчас покажу положу вот он когда ложится на бок он становится красным получается если он тонет под воду уходит под воду когда рыба клюет загорается красным и даже под водой видно красный силуэт то есть вы поплавок в темноте вы просто не проморгаете очень эффективно вот ну в общем ждем поклевки я не знаю будет не будет уже темнеет немножко чуть-чуть потащила вот 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 тащит 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 мы сейчас должен красным загореться когда чуть чуть ниже опустится нет надо еще ниже еще еще ниже еще ниже когда заеду загорится красным ну какая то такие вялые поклевки конечно что то такое похоже на езя скорее всего вот 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 сейчас красным должен загореться вот он загорелся красный и можно тащить что у нас тут ну у нас тут чебачок небольшой чебак такое тоже отпущу вот ребят поплавок работает вы сами это видели чебака я поймал отпускаю эффект поплавка как бы есть но хотелось бы конечно чтобы китайцы делали вот это вот который на датчик сейчас покажу чтобы на поплавке был датчик немножко не не высоко немножко ниже вот тогда он будет загораться намного раньше красным ну в принципе так тоже неплохо поплавок работает друзья я заканчиваю мою работу рыбалку и свой взор сегодня прокатился развеялся проветрился кайфанул погода сегодня суперская сегодня еще лучше но к сожалению мне приходится уезжать потому что завтра начинаются рабочие дни для кого была такая информация полезна кому был полезен всем спасибо кто поставил лайк подписался на канал но я с вами буду прощаться всем счастливого всем пока до следующих рыбалок а а а Продолжение следует...